МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенды Томани и мир Кавказу. Гости этностаницы стали участниками большого праздника народной песни и танца. Операция пешеход. Инспекторы ГИБДД призывают жителей не обходить стороной зебры, а водителей быть внимательнее. Паркур набирает обороты. Любители необычного способа передвижения готовятся к серьезным соревнованиям. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. Прославленные фестивали объединились на кубанской земле. В минувшую субботу в Атамане состоялось открытие праздника музыки и танца. Только в этом году оно стало более чем особенным. Помимо казачьих худалых песен и плясок, гости этностаницы услышали и кавказские мелодии. Два фестиваля о легенде Тамани и мир Кавказу, которые призваны знакомить и молодежь, и взрослых с культурой и традициями народов, живущих в Краснодарском крае, слились воедино. В открытии праздника принял участие губернатор Кубани. Он поприветствовал участников, а на подворе Ткача его встретили казачки с варениками из русской печи. В два раза больше участников и зрителей. В этом году уже ставший традиционным фестиваль легенды Тамани приобрел новое звучание. На праздник в Этностаницу приехали творческие коллективы со всего Северного Кавказа. Торжество национальных культур открыли парадом флагов. В небо подняли и российский триколор. Площадь полотна около двух тысяч квадратных метров. Губернатор в приветственном слове отметил, что силы России заключаются в ее многонациональности и разнообразии культур. Культурные связи России и Кавказа тесно переплетены. Расул Гамзатом, Махмуд Исамбаев, Валерий Гергиев, Лилия Хиджакова. Мы вместе поем одни песни, читаем стихи и служим музыку. Это то, что нас объединяет, делает нас единым российским народом. И потому очень знаково, что сегодня мир Кавказу пришел в гости к легендам Тамани. Участники Большого праздника увидели историческую реконструкцию. Как 220 лет назад на Таманский полуостров высадились казаки. Как получили грамоту от Екатерины, которая закрепила за ними эту землю. Выступили на открытии творческие коллективы. Зрители с особым интересом наблюдали за самыми юными участниками фестиваля. К празднику казачья станица принарядилась. Каждая подворья встречала гостей чем-то интересным. Рукоделием, конкурсами и, конечно, традиционными угощениями. Казачки из Армавира налепили вареников. Здесь же их сварили и угощали всех, кто заходил на подворье ткача. Первым традиционное блюдо отведал губернатор. Кульминацией праздника стал галоконцерт, где выступили танцоры Абхазии, Астрахани, Чечни, Адыгеи, народные коллективы Краснодарского края. Два творческих проекта в одном. Такая формула оказалась успешной. Встречи на кубанской земле участников фестивалей «Легенды Тамани» и «Мир Кавказу» теперь наверняка станут традиционными. Ирина Рухлядко, Артур Праджанян, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Армавир произвел неизгладимое впечатление на летчиков пилотажной группы «Соколы России». Об этом они говорили после показательных полетов над городом во время официальной встречи с главой. Подробности далее. Сегодня об Армавире все чаще упоминают, как о городе летной славы. Житель города Армавира сегодня за честь видеть асов авиации. Армавир, вы, наверное, знаете, имеет свои большие традиции, связанные с авиацией. Наше училище летчиков Армавир, мы так его привыкли в народе называть, это была и есть визитная карточка города Армавира. Десятки учеников Армавирского летного училища удостоены высоких правительственных наград. Сотни армавирских курсантов дрались в небе с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Нам очень приятно посетить Армавир, поучаствовать в мероприятиях, связанных с 75-летием Краснодарского края и со 100-летием военно-воздушных сил. Для нас честь – это именно проводить полеты в Армавире, колыбельные подготовки наших летчиков. Поэтому и здесь среди нас есть выпускники Армавирского училища. Некоторые участники пилотажной группы сами были курсантами Армавирского летного училища. Для них этот приезд и выступление – своеобразный символический подарок родному учебному заведению. Перед показательными выступлениями летчики пилотажной группы «Соколы России» совершили экскурсию по Армавиру, и город произвел на них сильное впечатление. Я в городе не впервые, но мне очень понравилось то, что на протяжении последних трех-четырех лет город настолько здорово изменился. Во-первых, центральные улицы стали совсем другими и благоустроенные, и столько красивых живых фигур из цветов. Это тоже очень впечатлило. Впечатлило то, что вот эти магистрали, главные улицы, посредине вот эта парковая зона, где есть и для детей специальные детские площадки и спортивные площадки. Все настолько здорово, что просто душа радуется за жителей Армавира. В память о выступлении в Армавире и о встрече руководитель пилотажной группы генерал-майор Александр Харчевский вручил Андрею Харченко подарочную иллюстрированную книгу об истории российской авиации. А в ответ городоначальник подарил летчикам книги и диски о нашем городе. Лариса Юровская, Евгений Замореев, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. «Берегите жизнь» призывают граждан сотрудники ГИБДД. Но так как на практике призывы не всегда бывают эффективными, стражи дорог перешли к конкретным действиям. В Краснодарском крае началась операция «Пешеходный переход», в рамках которой инспекторы ДПС патрулируют улицы и следят за тем, как участники дорожного движения ведут себя на так называемых «зебрах». Проводится эта работа и в нашем городе. На перекрестке возле гостиницы «Северная» светофоры установили давно, однако не все армавирцы обращают на них внимание. Зачем терять время идти сначала по одной зебре, потом по другой? Лучше сократить путь и пробежать наискосок. Принимая такое решение, даже взрослые горожане не отдают себе отчет в том, что рискуют жизнью. «На этом переходе переходить нельзя, потому что времени мало, очень мало. Здесь такой поток людей, а времени 10 секунд». «Пятнадцать секунд – это очень мало. Поэтому я, чтобы не перейти туда, иначе я буду дважды светофор пропустить. Понятно. Вы считаете, что это не нарушение правил? Нет». Однако закон гласит, что переходить улицу в неустановленном месте все-таки нельзя. «Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В его отсутствие по линии тротуара на перекрестках. Кроме того, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеход обязан сначала оценить расстояние до приближающегося транспорта, обеспечить свою безопасность, после чего только переходить проезжую часть дороги». Кстати, штраф за такое нарушение ощутимый – 200 рублей. Однако можно заплатить и жизнью. Только за 8 месяцев текущего года на дорогах края зарегистрировано 169 дорожно-транспортных происшествий на так называемых «зебрах», в которых 10 человек погибло и 170 получило ранения. Печальная статистика стала поводом для объявления операции «Пешеходный переход», которая стартовала 27 августа и продлится до 26 сентября. Инспекторы ДПС усиленно патрулируют улицы и выявляют нарушителей. «За время операции сотрудниками отдела ГИБДД и отдельного взвода ДПС выявлено уже более 20 нарушений пешеходами, которые переходят в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора, а также 8 нарушений водителями, не предоставляющими преимущества движения пешеходов». Стоит отметить, что для водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре, штраф еще выше – от 800 до 1000 рублей. При приближении к переходу человек за рулем должен снизить скорость и полностью остановиться, если дорогу пересекает пешеход. Однако не нужно забывать, что там, где нет светофора, нельзя выскакивать на зебру перед капотом автомобилей. Нужно сначала убедиться, что у транспортного средства будет возможность притормозить. Соблюдайте правила и не забывайте о штрафах. Берегите жизнь и кошелек. Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Быть спортивными и здоровыми – это модно. Ребята из армавирской школы паркура – еще одно тому подтверждение. Они уже не представляют свою жизнь без тренировок. И такой труд дает немалые результаты. За 4 года работы этой необычной школы ребята не только обратили на себя внимание и заслужили любовь армавирцев, но и приобщили к паркуру больше сотни подростков. А впереди у участников движения еще одно важное событие. Какое именно, выясняла Алюна Лагвиненко. Для учеников и учителей школы паркура наступили по-настоящему горячие дни. Каждую свободную минуту ребята уделяют тренировкам. Перед ними стоит сложная задача – проявить себя на международном фестивале по уличным видам спорта, который уже совсем скоро пройдет в Ростове. Однако для этих молодых людей нет ничего невозможного. 23 числа в Ростове пройдет фестиваль уличных видов активности. Туда соберется достаточно большое количество людей, много людей из-за рубежа, США, Латвия. Приедут достаточно знаменитые атлеты всей России. Поэтому мы сейчас собираемся. Отдел по делам молодежи предоставил нам площадку. Мы поедем 23 числа. Естественно, мы сейчас готовимся. Движению паркура в Армавире уже 4 года. И сейчас оно объединяет сотню подростков, выполняющих трюки, на которые не каждый профессиональный спортсмен отважится. Однако основатель направления Михаил помнит, как все начиналось. Еще пару лет назад найти ребят, разделяющих его страсть, было не так уж и просто. У нас пошел такой обучающий процесс. И я начал этих ребят тренировать. Пошел прогресс у ребят. Мы начали тренироваться в городе, нас начали замечать люди. С каждым днем это течение приобретает все больше и больше сторонников. Глядя на трюки армавирских паркурщиков, нельзя остаться равнодушным и обойти вниманием их мастерство и физическую подготовку. Однако ребята утверждают, что сделать нечто подобное сможет каждый. И ничего особенного для этого не потребуется, разве что желание. Для того, чтобы заниматься паркуром, нужно лишь только желание. И спортивная одежда, естественно. Ты приходишь, и у нас каждое воскресенье проводятся бесплатные семинары в 3 часа дня. Это можно узнать в группе ВКонтакте «Школа паркура» есть. Вот там все подробно описывается, когда семинар, во сколько, ну и что с собой взять. Ну, обычно брать только спортивные вещи. Так что, если сильно захотеть, то в паркуре, как и в любом другом виде спорта, можно добиться хороших результатов. Главное – приложить усилия и двигаться к поставленной цели, несмотря ни на что. И тогда все обязательно получится. Я считаю, что пределов человеческих возможностей не существует. То, что с каждым годом именно в паркуре атлеты что-то придумывают абсолютно новое, по сути, невозможное. Алена Лагвиненко, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Начало осени – время позитива. Такой вывод можно сделать на основе рассказов горожан. Большинство изменений в их личной и общественной жизни произошли в лучшую сторону. В рамках традиционной рубрики «Народ хочет знать» с армавирцами пообщалась Влада Волошина. Для многих армавирцев начало учебного года открывает новый этап жизни. И это касается не только первоклассников. Как известно, процесс обучения включает в себя несколько ступеней, каждая из которых связана со своими надеждами и радостями. Поступила в магистратуру, продолжая обучение, то есть повышение квалификации. Очень жаль, конечно, что пришлось выйти из своей школы, в которой работаю. Соскучилась, конечно, за детьми, которых учила. Как говорится, все к лучшему. Поэтому, думаю, дальше еще будет только лучше. Поступила в ЮТ, сейчас буду учиться. Дальше буду поступать выше, учиться буду. Я перешла в 9 класс, но потом хочу доучиться до 11-го. Потом пойти на банковское отдело или в ОЛС иностранных языков. Увлекаюсь английским. У меня замечательная, любимая работа в Москве. Здесь я учусь в РГСУ, обожаю свой университет. Уже заканчиваю, вот у меня скоро дипломы, госэкзамены. А так все отлично, все хорошо. На самом деле очень люблю этот город и желаю ему побольше процветания. И всегда такого хорошего, такого чистого неба. Дела семейные обычно занимают центральное место в жизни человека. И очень приятно, когда в этой области происходят изменения в лучшую сторону. Я переехала в город Арбавир, из города Красноярск. Решили сменить место жительства на родину, ближе к родственникам. Ну и как впечатление? Как-то все изменилось, да? Мне город очень понравится. Зато тепло. Там у нас уже холодно, уже до минус дошло, уже морозы были. А тут тепло, хорошо. У меня новости каждый день происходят. Племянница родилась, вчера племянник родился. Все хорошо. К сожалению, проблемы у армавирцев тоже есть. В основном они связаны с материальными трудностями. Особенно сильно страдают пенсионеры. Волнует, чтобы подешевле жизнь была. То есть коммуналка бы не дорожала, цены бы не повышались, пенсию нам прибавляли. Вот меня что интересует. Прозвучали и предложения к администрации города. Многие замечают, каким красивым и благоустроенным стал Армавир. Однако коренные жители подчеркивают, что такое благополучие не повсеместно. Фонтаны прекрасно. Кто ж против? И плиточка хорошая, и все, и город красивый. Все отлично. А вот там вот чуть-чуть на линиях за периферией, там не очень. Вот если бы туда посмотрели, прикинули вот так вот и совместили как бы нибудь. Это было вообще отлично. Подводя итоги очередной беседы с Армавирцами, хочется отметить, что в целом люди настроены позитивно. И это правильно. Как сказала одна из наших респонденток, счастье – это состояние души. И оно не всегда зависит от внешних факторов. Мы желаем всем горожанам сохранять оптимизм и приглашаем поделиться своими новостями в следующий вторник. Съемочная группа РЕН-ТВ «Армавир» будет работать на центральной площади в районе светодиодного экрана. Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Лариса Юровская. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. Несмотря на то, что осень вовсю красит в желтый цвет листву на деревьях, наше кубанское солнышко продолжает баловать горожан теплом. В среду нас ждет погожий и ясный день. Температура воздуха утром 16, днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер восточный 6 метров в секунду. 12 сентября в России отмечается День программиста. Часто представители этой профессии связывают только с персональным компьютером. Однако это не так. Практически каждое электронное устройство от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков придумали программисты. Без них не было бы ни радио, ни телевидения, ни сотовой связи. Поздравляем всех изобретателей с праздником и желаем новых открытий. Подарите миру, наконец-то, машину времени или молекулярный синтезатор. А у меня о погоде все. Ирина. Спасибо, Лариса. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах авторадио Армавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова